Добро пожаловать на виллу Дураццо-Половичини в Пеллии, город Геную, построенную в 1840 году. Мы посетим с вами романтический парк, который в 2017 году был выбран самым красивым садом Италии. Этот парк был задуман как большой театр под открытым небом, в котором каждый посетитель может превратиться в зрителя и действующее лицо спектакля. Идея парка – большой сад, поднимающийся по крутому склону холма и одновременно театральная постановка, состоящая из трех актов предыстории и эпилога. Жанр театрального произведения – трагедия, который Микеле Канцио, архитектор парка, хорошо знал и использовал при постановке различных мелодрам тогдашнего генуэзского королевского театра Карло Феличи. Каждый акт состоит из четырех сцен, каждая из которых характеризуется своей архитектурой, обстановкой, ручьями, фонтанами, озерами и экзотическими или местными растениями, подобранными исходя из их композиционных и эмоциональных особенностей. В этом саду ничто не оставлено на волю случая, и вы, проходя по нему, оказываетесь то в безмятежных и залитым светом, то тенистых, вызывающих тревогу уголках. В неоклассической, средневековой и экзотической атмосфере, постепенно ощущая себя составной частью истории, которую инсценировал Микеле Канцио, и которая возрождается к жизни каждый раз, когда свое путешествие совершает новый посетитель. Темой повествования является философско-эволюционный путь, который человек совершает в течение своей жизни, путешествия внутреннего роста, в результате которого ему удается углубить связь со своей душой и научиться смотреть на мир, восхищаясь им таким, какой он есть. Всем привет! Привет! Мы на Пелье, это Гена, и мы сейчас заходим на виллу Паловичини. Сейчас мы вам все покажем. Такая красивая станция. Вот станция Пелье, а вот сразу здесь эта вилла. Очень удобно добраться. Здесь есть музей. Вот часы, когда он открыт. Телефон, веб-сайт. Привет! Привет! Так, вот мы заходим. Так, здесь выход, здесь вход. Маску. Бонжорно. 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 Так, мы купили билеты. Вход стоит 10 евро для взрослых и 5 евро для детей. Если вы живете в Генуе, то есть если у вас есть прописка, вам дают скидку 8 евро взрослые и 2 евро детям. Мы купили вот такой вот гайд, книжечку на английском языке, так как Камилочка любит читать на английском языке. Но здесь даже есть такой вот гайд на русском, такая вот карта и здесь все рассказывается. Даже есть на русском языке. Стоит она 4 евро. Мы сейчас посмотрим, что тут написано и стоит ли ее покупать. Это входная аллея. Этот комплекс, строительство которого началось в 1840 году, приобрел сегодняшний облик после 20 лет работы. Когда маркиз Иняцио Алисандро Половичини повелел построить рядом с дворцом Гримальди парк и монументальную аллею, по которой вы сейчас идете. И начать реконструкцию дворца и ботанического сада Тати Клелли Дурацу. Эта аллея длиной около 400 метров была создана для того, чтобы позволить гостям маркиза удобно въезжать во дворец, а затем в парк. Эта величественная структура, которая перед проведением в 20 веке разделом земли окружающей ее равнины доминировала над всем пейзажем. Проект этой висячей аллеи был разработан инженером Анджело Сканилия. Аллея начинается в центре района Пельи, рядом с железнодорожной станцией, построенной в 1857 году. Именно в этом месте по воле маркиза, который тем самым обеспечил своему парку самое современное по тем временам транспортное обслуживание, возможность приехать на поезде. О, как бело! Дово мне седу? Детро? Так, сейчас меня будут везти на гольф-карте. Такой сервис класс-то. О, аспекта! Аспекта! Какой закадута! О, Дио! Ну, мы сегодня ancora седута. О, Дио! Нантропа! Аспекта! Ну, секунду! Пока меня, пока меня везли, я чуть не упала с этого гольф-карта, короче. Но все обошлось, все нормально. Мы едем на гольф-карте. О, Дио! Так, мы приехали к археологическому музею. Но он сейчас закрыт. Я не знаю, закрыт ли он так всегда, но все равно здесь очень красиво. Открывается вид на город. Тут вот чуть-чуть видно море. И мы спускаемся вниз по лестнице. Во! Так, это у нас карта. Мы были примерно тут. Значит, нужно идти вверх по красной дорожке, а спускаться по зеленой. И так у тебя не будет одного и того же маршрута, когда ты идешь вверх и когда ты идешь вниз. Вот что мы должны увидеть. Такие вот красоты. Первый это. А потом там... А мы сейчас идем в кафешки. В кафешки, потому что мы совершенно не пообедали. Да? Угу. Вот у нас меню этого кафе. Здесь есть салаты. По 7 евро. Или же бутерброды. Или тостики. Или тостики, да. Десерты. Вот такое вот меню напитков. Есть вино, пиво. Вода. Чай. В общем, посмотрим сейчас, что они. Смотрите, сколько бутылок гигантских и пустых. Какой-то лес бутылка. Гигантская бутылка. Ну, не уши, но пью, эй. Кисля-свот. Все украшено бутылками. Ну, прикольно. Почему бы и нет? Какая гигантская магнолия. Какая гигантская бутылка. Какая гигантская бутылка. Какая гигантская бутылка, которая его знает. Готический собор, да? Да. Какая гигантская бутылка. Какая прелесть. Хочу рассказать про Клейлио Дураццо Гримальди. Это основоположница бутылка. ботанического сада, родившаяся в одной из самых знаменитых семей Лигурии. Она была неординарной женщиной, полностью посвятившей себя изучению естественных наук, особенно ботанике, в которой она преуспела и даже была признана одним из крупнейших экспертов в Европе. Потом она вышла замуж за маркиза Джузеппе Гримальди, которому принадлежало имение Пельи, в котором мы сейчас находимся. Маркиза создала свой ботанический сад, в котором всю жизнь выращивала местные, а также редкие экзотические растения, создав многочисленные гербарии, о которых остался только каталог, хранящийся в городской библиотеке имени Беррио. Маркиза была бездетна, поэтому после ее смерти в 1837 году, она прожила 77 лет, все ее имущество и имение Пельи отошли племяннику Иняцио Александро Половичини, который в 1840 году начал работы по строительству парка, реконструкции ботанического сада и дворца и созданию величественной входной аллеи. Маркиз Александро Половичини был человеком глубокой культуры, любителем искусства, патроном и покровителем Академии изящных искусств, которая в те времена была центром культурной деятельности всей области. Политик, приглашенный на представление итальянского королевства на нескольких посольских должностях, прочных моральных принципов, великодушный благодетель бедняков. Среди множества занимательных им должностей была также должность, ответственного за материалы для нового королевского театра Карло Филичи, где он и встретился и начал сотрудничество с Микеле Канцио. Микеле Канцио – проектировщик этого парка. Архитектор, декоратор и театральный художник считается одним из крупнейших генуэзских художников 19 века. Скромного происхождения Канцио очень молодым утвердился в местных художественных кругах, победой на конкурсе проектов для украшения города в честь прибытия Наполеона. Всю свою жизнь он проработал в качестве архитектора и художника-декоратора, оставив после себя великолепные художественные работы в Королевском дворце Вилли Гропало Аладзербино, имперской Вилли Ксаси в Сан-Пердорене, Вилли Герцогини де Галлера в Вольтре, Вилли Гримальди, затем Половичини в Пелье. Он был первым и самым гениальным театральным художником театра Карло Филичи. В 1846 году, когда был открыт парк, он победил в конкурсе проекта памятника Кристоферу Колумбу, который теперь стоит напротив вокзала Принчипе. Смотрите, как здесь красиво, эти кактусы. Камила говорит, покажите зрителям эту пальму. холодно озвучите заг tablets тем в об пальмы точно такие пенёчки форма сердца нельзя курить на что ты? что ты? мы здесь мы здесь но эта пьяна очень красивая смотри мы здесь вот у нас туалет если кому-то надо Серджа говорит похоже на хижину дяди Тома это вот вот так вот надо одеваться в парке смотри манна 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 что巨人 гранде пацан я сказала что ты действительно не вредил при даре до манжалей пищи не могу написано не давайте кушать рыба да они на дети какие толстые Какие рыбки красивые! Привет! Здравствуйте! 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 Доча, иди сюда! Пока-пока! Дальше надо сюда идти. По этим лестницам. А папа сказал, что это для воды. Для воды? Правильно! Когда дождь идет, оно здесь стекает. В парке мы обнаружили такие вот треугольники. Эти треугольники сделаны для того, чтобы когда идет дождь и стекает вода, она не вот прямо, очень быстро туда стекала, а чуть-чуть здесь останавливалась и постепенно сходила вниз. И так она не будет разрушать гору. Какое интересное приспособление. Никогда не видела такого. Поняли все? Прошли! Прошли! Нету головы? И нету... Рук! Нелегкая, конечно, тропиночка по этому парку. Поющие итальянцы впереди. Зато смотрите, какой отсюда открывается вид. Ничего себе вид! Ничего себе! Это аэропорт! Ничего себе! Давай аэропорту! Ааа! Вот, короче, приземляются сюда самолеты, которые летят в Геную. И они вот так вот летят, 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 потом сюда приземляются, и потом им надо становиться перед тем, как упасть в воду. Ах! Капец! Распактим по! И раньше на эпохи боли, да? ПОСМИТОР После пары поворота вы неожиданно оказываетесь перед замком капитана. Маршрут, продуманный Микеле Канцио, архитектора парка, позволяет вам оказаться в месте, откуда можно видеть замок с оптимального для созерцания всей величественности его форм, расстояния. Интерьер первого этажа представляет собой строгий круглый зал, по кругу которого имеются четыре двери и еще четыре вспомогательных входа. Все строение выполнено из камня и кирпича, передающих ощущения земли и материальности и освещается тусклым светом, проникающим из стрельчатых окон с ромбовидными витражами из дутого стекла различных оттенков янтарного. В боковых помещениях находится оружейный зал, изначально украшенный настоящими доспехами, оружием и знаменами. Кухня с ценной дровяной печью в генуэзском стиле. Витражи, созданные во времена Канцио, полностью покрывали окна, но цвета были приблизительно такими. Остается тот факт, что эти восемь окон, абсолютно точно выровненные по главным направлениям, были задуманы для созерцания пейзажа. На севере через зелено-синее, цвета ночи. На востоке фиолетовые, утренняя заря. На юге через золотисто-желтый, полудень. На западе через огненно-красный, закат. Новая лестница приведет вас на вершину башни, откуда сегодня открывается прекрасный круговой вид на район Пейли, все Лигурийское побережье от мыса Портофина до мыса Ноли и всю дугу Апеннинских гор. Продолжаем путь по тропе, проложенный автором, которая проведет вас по мостику и заведет в здание. Здесь вы неожиданно оказываетесь в темноте, как будто выключили свет. Изначально все эти помещения были полностью обставлены. В центральном зале стояли 8 кресел из дерева и кожи с металлическими гвоздями. На кухне два буфета из ореха и белого мрамора. В туалетной трюмо и мраморный умывальник. К сожалению, большая часть этой мебели была утрачена в результате халатности и вандализма. Чтобы быть верными театральному замыслу Микеле Канцио, сейчас необходимо отметить, что в этом замке, где все продумано для проживания этого капитана, мы не нашли никого, потому что в ходе затяжной борьбы двух феодальных владений от залпов орудий или дуэлей до последней капли крови погибли все. Если вы приглядитесь между деревьями, можно увидеть большое красное строение. Это величественный мавзолей, в котором покоится прах капитана замка. Мы его с вами увидим позже. А вот альбом, в котором вы можете посмотреть, как выглядел замок до реконструкции. Субтитры создавал DimaTorzok Поднимитесь по винтовой лестнице, любуясь красотой свода из кирпичей, которые заворачиваются, как витки огромной змеи. Все эти кирпичи, как и кирпичи первого этажа, не настоящие, а выполнены умелыми руками мастеров штукатуров. Также не настоящими являются большие каменные рамы, как это соответствует сценическо-театральному духу автора. Поднявшись на вершины лестницы, которая иногда оказывается еще темнее расположенных ниже залов, вы ожидаете снова ощутиться в темном средневековом помещении, но совершенно неожиданно оказываетесь в круглом зале, ослепляющем яркими красками и светом. Это зал лепнины, в котором все, что сегодня вы видите желтым, было выполнено из сусального золота. Голубой фон изображает небесный свод, а золото служило символом ценного солнечного света, символом Бога, к которому вы пришли, следуя философскому маршруту парка. Самым интересным элементом этого зала является, несомненно, 8 цветных витражей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, смотри, чтобы шляпы не загорелись. От свечей Задуть хочешь? Вредительно Камила Ну это же для людей Чтоб видно было Если кто-то подслеповат И не видит Туда идем Мы посетили замок капитана Это единственное здание Во всем парке Его только отреставрировали Построился он в 1800 Каком-то году Потом скажу, вообще прикольный замок Мавзолей капитана Наконец-то мы идем вниз Наконец-то мы идем вниз Она блогер Привет И это моя девушка Привет Она тоже блогер Я не Ты снимаешь видео Ты снимаешь видео Я снимаю видео Ты снимаешь видео Блог 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 Да Это мой папа Я использую его телефон И это моя мама Она блогер Привет И это моя девушка Привет Она блогер Я не Я не Блог 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 Мы сейчас Мы прошли номер 10 Мы прошли Немер 10 Мы идем вниз Да На Green Line Мы идем Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы оказываемся с вами в парке развлечений. Эта декорация изначально служила второй сценой первого акта и имела глубокий философский смысл, подчеркивающий способность человека, посвятившего себя внутреннему поиску найти себя, как того ребенка, который скрывается в душе каждого из нас и который способен насладиться красотами жизни, понимаемой как великолепная игра. Изначальная сцена представляла собой, как и это, площадку эллиптической формы, на которой располагалась карусель с лошадками и сидениями и китайское колесо. Под каруселью был выполнен подземный грот, в котором размещались механизмы вращения, приводимые в движение служащими. На уровне повыше располагалась хижина, очень похожая на ту, которая находилась у источника, позволявшая посетителям сидеть и наблюдать за развлекающимися. Экскурсовод рассказала нам, что архитектор Канцио и Гарибальди были родственниками, они были свекрами, их дети были женаты. Мы проходим с вами мимо большого ливанского кедра. А вот и памятник архитектору Микеле Канцио. Сейчас мы поднимаемся с вами на очень красивый китайский мост. Пройдя дальше по китайскому мосту, мы увидим с вами турецкую беседку, египетский обелиск, римский мост, пагоду. Эти все сооружения символизируют различные народы мира, расположенные вокруг белого храма Дианы, который находится посреди воды и изображает сияющее присутствие Бога. Это египетский обелиск. Это старинная качель, покрытая сусальным золотом. На нее сажали гостей, а потом специальным механизмом из озера брызгали в гостей. Вот такое было развлечение. Раньше можно было взять напрокат лодочку и поплавать по этому озеру, а также заплыть в пещеру. Раньше в парке было очень много лебедей, уток, а также других птиц. Но из-за того, чтобы они не улетали, им нужно было подрезать крылья. И защитники их животных были против этого. Поэтому сейчас в саду абсолютно нет птиц. Экскурсовод рассказала, что в 2016 году парк был полностью реставрирован. Раньше он был в очень большом упадке. После этого в 2017 году парк был признан самым красивым садом Италии. Сейчас мы находимся с вами перед двумя мраморными статуями, представляющими лето и весну, то есть изобилие и радость. Они находятся в садах флоры. Они были здесь, удобно устроившись на своих каменных креслах, ожидая вас, чтобы поприветствовать в земном раю, в который вы заслуживаете попасть после совершенного длительного пути очищения и внутреннего роста. Восьмиугольный храм своей формой напоминает символ бесконечности, а весь его декор намекает на вечное возрождение природы после зимней спячки. В частности, оно прославляет любовь флоры и зефира, элемента, незаменимого для опыления, и, следовательно, для вечной жизни растений. Внутри здания, в центре свода, вы увидите изображение этой вечной любви. Это фреска работы Микеле Чезаре Даниеле, одного из учеников Микеле Канцио, которому мастер получил создание фигур различных декорационных аппаратов парка Половичини. Выйдя из храма, вы окажетесь в саду флоры, то есть в секретном саду с маленькой оранжереей, где богиня и в зимнее время выращивает растения, которые весной принесут на землю цветы и плоды. Из садов флоры вы можете также подняться наверх в турецкую беседку. Она выполнена из железа. Отсюда открывается очень красивый вид на озеро. Она выполнена из психолога. Возьмите в кастрюлю, передали на штуку. Да, вместо штуки, если я не хочу. У моего шарка. Это все украшено розами, когда они цветут. Какой крокодил здесь! Мы думали это настоящий! Я так и стыкалась. Покажите, какой-нибудь фото. Как настоящий. Я думала, что он как сильно все на меня. Это что же так и стыкаться? Это специальная такая стыкаться. Здесь маршрут эзотерический. Вот они положили камушки. Один на другой они не склеены. И вот они так держатся, посмотрите. Это произведение искусств. Здесь эзотерическое волшебное место вообще этих пар. Покажите, посмотрите. Смотрите. Да. Дай, ланчапет. Пошли и посмотрите на террасу. Сейчас присоединяйтесь. Это парень. Мэрзков. Покажите. Нептун. Мэрзков. Мэллоши. А поддель. В горе. До техника. А вот команда. В плампанке. Ну а. В плампа. Сахара. Продолжение следует... 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 Пока!